Леша, поздравляем с подписанием. Расскажи, как произошел вариант с Гомелем. Да, большое спасибо. Со мной связался главный тренер, мы с ним пообщались, мы с ним были знакомы в молодежной сборной. Пообщались, все, я принял решение перейти в Гомель. Я начинал свой путь в МТЗ Репо в 2001 году, на год старше, потому что моей команды не было пока еще. Я пошел в пять лет в футбол. Мой первый тренер был Сергей Степанович Горнак. Вот там и начинал путь. Дальше был путь Динамо-Минска. Минска, Батэ и я отказался в Динамо-Бресте в этом профессиональной команде. Свои первые контракты подписал. В Брестке Рух был молодая команда, меня отправили в аренду. Как мне показалось, я там больше получал игровой практики, потому что все-таки Брестка-Динамо, она более статная команда была, там были такие футболисты с хорошими именами и там, думаю, попасть в состав было намного тяжелее, чем в Рухе. Да, в Жуднинский Торпедо Белаз я перешел из Руха. Вот там тренер был Юрий Осич, мы тоже с ним связались. В то время играл мой брат, у него только хорошее было мнение об этом клубе, он мне посоветовал туда перейти. И вот так я и оказался в Торпедо Белазе. С братом мы списываемся почти каждый день, там спрашивают, что как в команде, как коллектив. Я у него тоже уточняю, он сейчас находится в хайпе в Израиле. Вот, списываемся, общаемся, да, и по футбольным, и по футбольным делам. Вот, общаемся. Уже помогает. Да, помогает и советом, и я ему тоже помогаю, чем могу. Тоже я оказался в аренде в Мозырской Славии, со мной тоже связался там Иван Сергеевич Биончик. Он не по-настоящему известный тренер в Гомеле. Очень хороший тренер, квалифицированный специалист. Да, я думаю, мой прошлый год пошел в плюс, однозначно. Вот, хорошая команда была. Поэтому, да, я считаю, что в Мозырской Славии это один из, наверное, моих положительных этапов в карьере. Камин? Да, стадион тут, конечно, просто космический. Тут и всегда болельщиков очень много ходят. Люди любят футбол, так сказать, больны футболом. Вот, болельщики тут, конечно, да, супер. Вообще, да, и город хороший, большой, очень, сам по себе, типа, много исторических мест. Вот, я помню, приезжал всегда на заезд, когда мы жили в гостинице Замковая. Набережная мне очень понравилась, там парк, вообще, супер. Да, и твои личные задачи, наверное, на личный сезон. Личная задача, наверное, как таковая, принести пользу команде, помочь ей, и чтобы, так сказать, быть лучше, чем в прошлом году, подняться выше. Вот.